я рада вас приветствовать на своем канале зовут меня елена и предлагаю посмотреть вам на процесс вышивки примитивного календаря должна получиться такая работа и этот отчет за март и апрель и сейчас я покажу вам природу нашего апреля эти зарисовки я делал начале апреля 4 5 числа но видео сегодня оставшуюся часть я снимаю только уже 7 апреля и сегодня на улице у нас наконец-то потеплее бегут уже лужи но сегодня на улице я не снимала а до этого у нас очень холодно какая-то поздняя совсем в этом году весна потерялась но я думаю в этом и моя вина почему потому что я вышиваю примитивный календарь уже время на носу у нас уже вовсю март месяц апрель месяц а я март вышивала достаточно поздно вышила я март когда вышила я март 30 31 и 1 апреля закончила вышивать март вот так я припозднилась и решила сразу же вышить апрель потому что в схемка на одном листочке идут сразу два сюжета и я решила сразу два сюжета вышивать там ключ идет к одним ниточкам вот итак давайте посмотрим что же у меня получилось получился у меня март получился апрель вышила я эту работу за шесть дней три дня вышивала март 3 дня апрель но в зависимости от времени что могу сказать вышивала я вот этими ниточками которые лежат перед вами использовала кроме обыкновенных ниточек из хс использовала вот эти ниточки это нитки меланжевой дмс вот номер что-то я честно говоря не помню здесь вот то что написано это старая бобиночка была это какой-то меланж дмс зелененький использовала почти все ушло очень мало осталось здесь от пасмы у меня вот и я когда переводила цвета там нет названия ниток там написан цвет я на один два три стичь забивала я цвет и смотрела что же там изображено и пыталась подобрать цвета по тем ниточкам которые там изображены там проки все ниточки меланжевые или вот секционного окрашивания даже не знаю как сказать и когда я подбирала я старалась что-то сделать подобное но не все получилось идеально вот например если смотреть на их ключ то вот здесь в марте мы видим овечек да я вышила и крю ну думаю ну чисто белые вещи как-то вот совсем смотрится решила вышить и крю ну я честно говоря ошиблась и крю как-то здесь на моем линии смотрится абсолютно неинтересно лучше бы я вышила чисто белым цветом но по ключу они должны были были вышиваться цветом который напоминал вот этот цвет это цвет 224 вот такие персиковые овечки должны быть но как-то мне показалось совсем странно будут персиковые овечки смотрится и я все-таки поменяла на и крю цвет вот очень считаю хорошо получилось а зеленый цвет хотя по ключу зеленый он должен быть вот такой зеленый цвет посмотрите но я посмотрела думаю совсем некрасиво будет вот такой вот если зеленый идти но не по ключу смысле с переводом я посмотрела вот какой-то такой оливковый зеленый должен быть но не знаю мне кажется у меня зеленый мой вот меланж получился гораздо симпатичнее, чем вот этот вот зеленый цвет. Вот. И так, поэтому я вышила цветом икрю и персиком не стала вышивать. И еще я здесь перепутала. Здесь вот таким вот персиком и цветом должна идти основа, но я взяла не тот цвет, взяла такой зеленый, вышила уже оливковый, потом увидела, что опять-таки я взяла не тот цвет, но не стала перешивать, но если кто-то будет вышивать, смотрите внимательно, вот эта рамочка должна быть достаточно светленькая и красивая. Здесь вот по одному сиреневые такие крестики, они даже вот здесь издалека не видны, я потом вам ближе покажу. Очень удачно на мой взгляд получила здесь вот эти сиреневые цветочки. Я вышивала сиреневый цвет весь блендом, вот использовала вот эти два цвета. Та номер у меня 155 и номер 5594. Синий цвет, который использовался, вот в апреле-марте, это 38,38. Коричневый я взяла 37,90. Но хочу сказать, если кто-то из вас будет вышивать, все-таки надо немножко поярче взять коричневый, не такой вот темный, как здесь, но все-таки что-то поярче. Почему я взяла этот цвет? Потому что там на картинке был, знаете, такой цвет какого-то там какао, знаете, как вот каким-то с налетом, даже не какао, вот какой-то вот такой с налетом цвет, то есть припыленный, не слишком яркий был на картинке цвет, там я когда смотрела, не на саму картинку, вот вышитая там работа якобы, а на вот картинку ниточек. И мне показалось вот такой вот цвет, коричневый. Но считаю, в принципе, коричневый цвет нормально, подошел, можно было чуть-чуть темнее. Дальше, вот здесь я, вот эти точки и дождик должны были вышиваться тем же цветом, что и овечки, то есть вот таким, по идее, персиковым цветом, но я решила здесь использовать белый цвет и использовала белый, даже икрю не стала здесь использовать, что-то я здесь не положила, эту ниточку, белый цвет у меня тоже вот, он лежит. Это 5200 здесь использовала, вот эта ниточка. Дальше, использовала я еще вам не сказала, вот этот цвет здесь использовала, 385, очень красивый такой цвет, там такой идет цвет, как подсолнечник называется, можно чуть ярче, конечно же, использовать, но в принципе я довольна результатом, как получилось. Мы увидим март, но март абсолютно не наш, март какой-то европейский, где уже все цветет на лугу, вот буквально зеленый луг и желтые дуванчики там, наверное, уже вовсю цветут, у нас и даже, и даже, и даже, только-только снег тает, хотя вот 7 апреля снег еще вовсю-вовсю лежит. И вот мы видим апрель месяц, дождик, птички поют песенки, солнышко и так далее, и появляются уже тоже цветочки первые. Ну, надеюсь, что скоро у нас тоже будет тепло. Танечка Барпральна сказала, Лена, лучше бы ты сразу июнь вышила, и скорее бы было тепло. Вот. Ну, на этом все. Сейчас покажу ближе. Июнь, конечно, вышивать и май не буду. До конца мая теперь я откладываю эту работу, и там я вышлю тоже сразу два месяца, подряд буду вышивать, как вот они идут на схеме, сразу два месяца вместе, два и буду вышивать. Посмотрите, как у меня ближе получились мои крестики. Не скажу, что все идеально. Есть, конечно, ошибки. Кто внимательный может ее видеть, кто нет, и слава Богу, ничего я здесь перешивать не перешивала. Как видите, вот оливковый узор по краям, вот сиреневый крестик идет. Ну, как-то вот не очень, да, вот оливковый получился. У меня ну-ну-ну-ну-ну-ну, но что есть, перешивать я не стала. И вот ниточки еще раз можете посмотреть, какие номера я использовала. Думаю, все сфокусировано, вам видно, если кому-то пригодится. И апрель месяц, давайте покажу. И апрель. Вот. Как всегда, я написала апрель русскими буквами, а там по всеми все латинскими. Ну, такой апрель. Вот я очень переживала, чтобы мне хватило по ширине, чтобы можно было еще на оформление, и как бы воздух, чтобы был, то есть не зажата работа была. И как видите, вот с края сколько места остается, с одной стороны, вот и с другой стороны. И снизу достаточно большая ткань, это каша 28-го каунта, 70 сантиметров. И я думаю, что спокойно мне хватит, так что можно вышивать и не переживать. Итак, 4 месяца вышиты. До следующей встречи. Уже в июне месяце, надеюсь. Ну, всем всего доброго. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока.